всем привет у нас сегодня тридцать пятый выпуск передачи manwell knows и в гостях у нас вот реально когда я всегда говорю что все спортсмены скромные люди но вот этот человек точно скромный вы точно знаете вещи которые с ним связаны это наши рекламки алида турс вы много раз видели между перебивками и это альпинист владелец этой компании параллельно арно тарса это тот самый человек о котором я в последнее время много говорил и ставил посты на своей страничке это человек который покорил неправильно зашел поднялся на эверест и вот буквально до днях он оттуда спустился изучена позавчера все недели недель до 23 мая вот у нас студии а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был мой, наверное, долг родине, который я отдал, на который я сделал с удовольствием. После этого заниматься альпинизмом я особо не собирался, но все-таки тема меня увлекла. После этого я поднимался в Африке на вершину Килиманджаро, в Южной Америке, в Аргентине на вершину Амкулкагуа. Это было почти 7000 метров. Ну и в этом году со мной случился эгорист. Ну и насколько это было сложно? Это было очень сложно. Ну физически. Там была подготовка сумасшедшая. Это было, на самом деле, очень сложно. Я готовился к этому. Я не готовился к этому 3 года. Я просто 3 года занимался. Но ты же не был никогда профессиональным спортсменом. А я и сейчас не профессиональный спортсмен. Да, но подготовку ты проходил достаточно много лет. Так получилось, что 3 года назад я с большим удовольствием занялся спортом. В зале Олимп мой тренер Виталий Александров, достаточно заслуженный чемпион. И меня занятия спорта настолько увлекли, что я занимался 5-6 раз в неделю. Ну и последний год был, конечно, посвящен в основном подготовке альпинистской и подготовке к осаждению Альпинистской. Ну, первый вопрос, когда вот люди, я говорю про Эверест, первый вопрос, это недорого? Это очень недорого. Это очень дорого, да. Это очень дорого, но в прессе очень часто пишут очень красиво, что заплатить, а шерфы на плечах занесут на вершину. Это, конечно, не так. То есть это стоит очень дорого, но это стоит дорого объективно, потому что экспедиции занимают полтора месяца. Восхождение на Эверест, который выдают непальские или тибетские власти, стоит тоже очень дорого, больше 10 тысяч долларов. Необходимо снаряжение, не пойдем полтора месяца жить в горах, есть, пить, подниматься. Благеря, мы использовали 7 лагерей, 2 базовых лагерей, остальные промежуточные. Это все стоит денег, поэтому, конечно, все это очень дорого. Ну и сколько примерно, вот, если, может, кто-то хочет сходить, подняться. Ну, как хороший автомобиль, премиум класса, который можно пойти и купить в автосалонах. Да, налогового не знаю, сколько. Или не скажем. Дорого, короче. Если у вас есть желание подняться, ну ты же не один поднимался. Да, я поднимался с российской группой, клуб 7 вершин, который по праву считается самым крупным и самым опытным, что очень важно, клубом России, который занимается организацией восхождений, в том числе и на Эверест, руководитель клуба, руководитель экспедиции Александр Абрамов был на Эвересте в десятый раз. Это было его юбилейное десятое восхождение. Ну, это была одна из причин, почему я хотел присоединиться к восхождению именно в этом году, в юбилейном. Вот, и безопасность, и опыт руководителя в этой ситуации имеет огромное, я бы сказал, даже доминирующее значение. А что дальше? Вот все. Это самая вершина. Нет. И существует огромное количество гор, не менее интересных и более сложных, чем. Но выше ничего нет. Выше ничего нет. Эверест это самая высокая гора в мире, ее высота стоит 8 тысяч 808 метров. Это вершина мира. Да. Это самая вера. Ты побывал рядом на вершине мира. Мне удалось это сделать. Но есть горы гораздо более сложные. Вторая по высоте гора, которая называется Кар-2. Находится она в Пакистане, это горный массив Гаши-Буру, она высотой 5600 с чем-то метров. Значительно ниже? Ну, заметно ниже. Да. Но количество людей, которые были на вершине составляет около 150 человек всего лишь. А на Эвересте сколько? Ну, около 8 тысяч. Со всей историей существования, скажете, на Эверест около 8 тысяч. Насколько я знаю, что ты шестой человек из Латвии. Из Латвии. Ну, по имеющейся в ней информации, я шестой человек из Латвии, который поднялся на Эверест. Этим можно гордиться, наверное. Этим точно можно гордиться. Да. Но есть в планах войти вот в того одного, наверное, человека, который в Пакистане поднимется? Ну, нет. Насчет Пакистана я пока Кар-2 не думаю, но у меня есть в планах и другие интересные горы, например, Маттерхорн, который находится на Вальпах, очень близко от нас, высота всего лишь 4200 метров. Но гора представляет собой практически идеальную пирамиду, как Улизу, я так и называю, как Улизу, она торчит в большей части Альпы. Очень интересная и достаточно сложная для восхождения гора. Ама-да-Блан в Непале, тоже очень интересное место, тоже такой, так сказать, треугольный, за двумя обходящими, так сказать, бассивами. Гор очень интересные, но уйти в них горы очень много и очень интересно их будет посещать. В следующем году я обязательно планирую подняться на Эльбрус, летом. Ну, ты же думал там? На Эльбрусе я не был. Не был? На Эльбрусе я не был, это для России, это высочайшая гора Европы. Эльбрус и Монглан достаточно часто, как говорится, спорят между собой, но право считаться самой высокой горой Европы. Но последние годы этот спор затих, Монглан читается высочайшей вершиной Западной Европы и Эльбрус читается высочайшей вершиной вообще Европы. Эльбрус и Эльбрус. Ну, очень часто, когда я читаю или смотрю что-то про горы, очень часто говорят, что встречают тела там. Ну, это относится больше не к горам, это относится больше к восьмитысячникам. Восьмитысячникам на этой планете всего лишь четырнадцать. Все они находятся в Азии, все они находятся, так сказать, не на нашем континенте. Дело в том, что, да, к сожалению, ситуация такова, что после восемь тысяч двухсот метров начинается так называемая зона смерти. Это зона, в которой содержание кислорода настолько низко, что даже используя кислородное оборудование, подняться туда и вынести что-то, тем более оттуда, достаточно сложно. Поэтому, если кто-то теряет силы в зоне смерти, ну, он там остается на все лист. Ну, на все лист, на веки вечность. К сожалению, мне приходилось видеть тела людей, восхождение которых было неудачно, они там остаются, и максимум, что для них можно сделать, так сказать, укрытие национальный флаг его страны и бросить пропасть. А так делали? Так делали. То есть вообще никаких вариантов достать его откуда уже все? Вывести тело из зоны смерти практически невозможно. Ну, можно организовать спасательную экспедицию, в которой будут участвовать, например, там, около 30 шерфов с кислородным оборудованием. Они, наверное, могут справиться с этой задачей, но эта задача очень дорогая и очень сложная. Поэтому, как правило, они еды не используются. Это жуткие истории какие-то. Такова жизнь? Да. Ты сейчас можешь так оценивать. Имею право. Что, реально никого не спасали? Никогда не доставали оттуда? В истории человечества есть одна история удачного спасения с Эвереста. Это был 96-й год, когда, очень неудачный год, когда на Эвересте погибло больше, по-моему, 15-15 человек. Две крупные экспедиции обе поднимались со стороны Непала. Это охотники за приключениями и горное безумие. Treasure Hunters and Mountain Mountains. Одну из них руководил Скотт Фишер. Вторую я не помню. Тоже очень известный лимфинист. Была очень плохая организация и очень резко испортилась погода, что люди просто не успели вернуться в лагеря. В высоте более 8000 метров. Одной из компаний, работал тогда очень известный российско-казахский лимфинист Анатолий Букреев. Один из немногих людей, который был в силах подняться на решение Эвереста без кислорода. Ну, это была особенность организма, занятия спортом и так далее. Большая грудная клетка, развитые легкие. И один из американских альпинистов остался в снегу на ночь. Его просто не нашли. Укресли, да, так сказать. Спас прав человека лично, так сказать. Приглыл палатку с кислородом и так далее. И его не нашли ночью. Он с утра как бы пришел в чувство. Он благодаря встрече каких-то обстоятельств остался жив. Он спустился вниз до лагеря, по-моему, на высоте 8300 метров. Его там, по величайям, он порозил руки, ностовские. Да, он, конечно, изображен. И каким-то, ну, ему помогли, он все-таки смог спуститься до высоты 7000. 7700, по-моему, да. Его жена, она имела какое-то отношение к американскому правительству, была чиновницей, поделала огромный скандал в прессе, потребовала, чтобы американскую власть его не эвакуировали. И с какой-то пятой или десятой попытки вертолет, в который был максимально разгружен, в котором было только одно кресло пилота, он сумел подняться на эту высоту, но он не сумел даже приземлиться. То есть тело этого человека, бэквейстер, его просто забросили в вертолет, так сказать, да, вертолет даже не присел, потому что присесть на неподготовленную площадку после вертолета не мог. И он, так сказать, долетел до Кадманду, где ему указали необходимую площадь. Но это уникальный случай и безумно дорогостоящее, в котором участвовало и правительство, и военные военно-воздушные силы Америки, так сказать. Поэтому на него полагаться свыше. Поэтому, наверное, если он не готов, то лучше. Более того, я поднимал со стороны Тибета, а со стороны Тибета полеты вертолетов запрещены китайскими областями. Дело в том, что Тибет – это автономная область, которая была присоединена к Китаю в 70-х годах, и которая считается достаточно такой неспокойной. И поэтому в Тибете полет вертолетов в принципе запрещен на китайские иностранные. Поэтому даже если вертолет бы мог подняться, то... То есть, если ты не совсем готов, не чувствуешь свою уверенность, лучше не иди. Потому что если будет что-то случиться, тогда мы останемся. Как сказал Александр Абрамов, вы ходите в нашей экспедиции десятикратно сходите на Эверест. На Эверест нужно подниматься тогда, когда это составляет основную цель твоей жизни. Вот тогда, наверное. Ну, я не во всем могу с ним согласиться. Наверное, основная цель моей жизни была, собственно, несколько другая. Но я соглашусь с том, что на Эверест назовет только максимально многотонный человек. Ну, а вот эти чувства тогда вот... Ты уже восемь тысяч восемьсот... 48 лет. И чуть-чуть вот эти 48 лет. Знаешь, наверное, Эверест – это та вершина, поднимаясь на которую ты поднимаешься поспешенно. Нет торжества Духа. Вот в момент поднятия ты встречаешь. И да, ты понимаешь, ты видишь все, что вокруг тебя окружает. Огромные ямалайские массивы. Дует ветра со скоростью там огромные, так сказать, да. Вылежат вечные снега и еды. Но чувство эйфории от победы у тебя нет. Настолько много положенных сил. Настолько сильно ты настал, ты поднимался. Ну, практически двое суток без остановки. Ну, окей, полутора суток без остановки. Передохнул совершенно немного в лагере на 8300. Тебе предстоит еще долгий путь вниз. Ты обязан проделать, обязательно выйти из зоны смерти. И дойти до той высоты, так сказать, которой ты можешь нормально существовать, так сказать, в лагере без кислорода. В планах у нас был спуск до высоты 6400. До полосного лагеря ABC. Но мы очень сильно задержались на подъеме. Потому что были, наверное, большие пробки. Больше четырех часов. Поэтому мы в лагерь на 8300 пришли после нового вечера, 18. То есть, уже очень поздно. Мне удалось спуститься до высоты 7700. Там был оборудованный лагерь. Подстроили наши палатки, были спальники. Можно было согреть на чае, так сказать, на газовой горелке. Я остался спать, потому что, кстати, 7800. У меня было достаточно сворода. И я мог остаться на этой высоте еще. Распал там 5 часов ночью. Устался на 7000 на северное седло. И те небольшие люди хуже на 6400. 6400 – это было безопасное седло. А ощущения какие, когда он домой пошел? Ты знаешь, кровать родная. Самое важное, что я понял – это моя семья и мои друзья. Это было самое важное. Это люди, которые, можно сказать, сопровождали меня на протяжении всей моей поездки. Даже если не находились они рядышком. Слава Богу, в поездке был интернет. Как вообще интернет там ловило? В базовом лагере, за бульверска стоит вышка. И прекрасно работал на 4G. Был прекрасный интернет. Ну, он не был очень суперсказной. Работал дальше, кстати. Для разговоров по WhatsApp и записи, так сказать, было достаточно. В Медлкэмпе и в ABC я пользовался спутникам телефоном. Он только звонил. В высотных лагерях на 7700. И на вершине Эвереста прекрасно ловит супернерспейс. Можно, в общем, было отправить. Ну, она не была достаточно сильной. Там была всего лишь опаковка Е. Но сообщение через WhatsApp я отправил, написал, что у меня все в порядке. Я пошел вниз, так сказать, да. То есть, новая информация не пошлешь, но что-то тебе будет здесь. Круто. Это, конечно, очень круто. Ну, мы привыкшие к связи, так сказать, для нас это очень важно. Ну, да. Ну, и все переживали, там, ждали новостей какие-то. Я так очень люблю. Самое главное, что понял за это путешествие, что у меня идеальная семья и отличные друзья. Это не шутка, это не бахвальство, это не громкие слова. Это было самое важное, что я вынес из всего этого. А как семья вообще отреагировала? Ну, ты знаешь, мы не дали, конечно, первую очередь. Дети у тебя уже взрослые, в принципе. Ну, от 25 до 15 лет, достаточно взрослые. Самая главная моя жена, она меня пустила без робота. Она, наверное, понимала, что мне хочется поиграть в такие игры, так сказать. Ну, я знаю, она тоже как-то с тобой. Да, мы в прошлом году были на Мамблане вместе. Мамблан очень простая, казалось, гора. Стоит всего лишь 4210 метров. На самом деле, когда мы забрались на вершину Мамблан, был жуткий ветер, порядка 70 км в час. Наш гид признался, что никогда в жизни такой погоды здесь не видимо. Просто я на вершине пять минут, из которых успели только сфотографироваться с флагами. Я за эти пять минут отморозил себе пальцы, потому что не пришлось отперчать. Ну, вот. Это было очень сложное восхождение, из-за того, что очень маленькие цвета. В следующем году летом мы планируем подняться на ее брус на ее день рождения. И она хочет свои третьи, свои дни рождения и мирного вершения. Подсадил все-таки жену на эту тему. Научил курить себя, выходить в горы. Да, да, да. Ну, а вот с тобой люди, которые идут, да, экспедиции? Вообще, кто эти люди? Вот какие? Они же разные, наверное. Люди абсолютно разные, да. Но понятно, что люди, которые ходят в горы, это люди уже состоявшиеся. Во-первых, финансово достаточно дорого. Во-вторых, в горы все-таки ходят люди, которые уже что-то достигли в жизни. Они ходят туда и за умовлетворением, и за осмыслением, за какими-то своими целями. То есть это не такой пары, ой, я хочу сделать что-то просто, достаточно долгий процесс. У нас была отличная команда, которая, в самом деле, из просто знакомых людей, в середине, так сказать, а может быть, даже раньше, из 15-го, родилась команда, которая помогает друг другу, отвечает друг за друга, подает руку, если нужно, помогает идти, так сказать, делится едой, теплом и так далее, да. У нас было два человека из Польши, у нас был один человек из Кипра, я был из Латвии, один человек был из Молдавии, остальные были в России. Команда была отличная международная. Ну, в общем-то, да. Ну, такие команды международные международные. В месте там были и французы, и англичане, и итальянцы, очень много американцев, да, астралийцы. То есть китайцев, конечно же, очень много, поскольку восхождение происходило в стране Кипра, да. Индусов было достаточно много. То есть база влагина ползла интернационально. Ну, а что самое тяжелое? Момент такой тяжелый? Вот не было такого, что, ай, нафиг. Было, признаюсь честно. Выходя из лагеря на 8300, это последний лагерь перед вершиной, я, наверное, на 8 часов лёг спать. На 8 лёг спать, а в 12 я проснулся, потому что в час ночи мог бы влаги выходить. Влаги на 8300 он очень такой особенный. Ты смотришь на палатку, она стоит немножко по-днакому. Окей. Когда ты залазишь внутрь в палатку, ты понимаешь, что половина палатки лежит на твёрдой основе, а половина палатки – это просто яма, в которой нет ничего. То есть ты сидишь, как на лавочке, свесив ноги. Ну, я говорил, что у меня был очень хороший шерп. Он молодой, ему всего 23 года, он младше, чем мой старший сын. Но он был два раза на вершине Эвереста, и вместе мы поднялись третий раз. Я сам его убирал, в общем-то, из общего числа шерпа и не ошибся. Он накидал в эту яму баллонов кислородных. Ну, как-то так, можно хотя бы опереться ногами, если скользнуть туда. И вот с таким полусидящим снегом мы с ним провели 4 часа, готовясь на выход. И выйдя с 8300 я почувствовал, что мне очень тяжело идти. Я шёл последний. Я шёл последний, и, ну, конечно… Это и есть ли это зона смерти? Это уже зона смерти, да. Но я шёл медленнее, чем вся группа. Хотя я считал себя, ну, если не самым сильным, то далеко не самым слабым. Слабых там, в принципе, не было. Ну, среди этих людей я не был самым слабым. Мне было очень тяжело идти, я не мог понять даже. В какой-нибудь группе спросил, что с тобой случилось? Я говорю, я не знаю. Поспал? Немножко поспал. Поел? Да, поел. Ну, факт остается фактом. Мы дошли до первой ступени. Это такое огромное нагромождение ко мне с колоней, где высотой 15 метров, где нужно сбираться наверх. Там была пробка, и мы остановились просто подождать. И в это время я стал проверять своё кислородное оборудование. Волом был открыт на 3 литра в час. В минуту это было вполне достаточно. Но я понял, что у неё маска просто очень плохо притянута к лицу. Я протянул, стал получать долю кислорода, и ситуация поменялась. Я уже нормально залез на первую ступень и, в общем, прошёл основную часть. Достаточно хорошо. Хотя вот из-за такой мелочи, как неплохо притянутая резинка, я мог и не достичь вершины. Ну, а становилось кому-то плохо? Я был помочь, указывая? Ты знаешь, из нашей группы... Ну, конечно, я не становился остальными людьми, которые меня окружали. Ребята не было ни до этого. Но ребята из нашей группы, они все были в порядке. Плохо, по-моему, становилось. Да, всем было тяжело, это было объективно. Там нет ничего лёгкого, так сказать. Но все успешно дошли. Вы, наверное, породнились конкретно? Конечно. Мальчики и девочки, это такие брат-братские отношения, братское-градусское отношение, потому что мы вместе, в принципе, без сомнения, смотрели смертью в лицо. Каждый из брак на нас мог потерять силы, мог там остаться навсегда. Ну, это цена восхождения на её резко. Любой альпинист, который... Ну, это какая-то не романтика вообще. Это прямо вот... Ну, знаешь, как многие думают... Романтика, это какая-то красивая полянка, там гитара, цветочки, так сказать, горит костём. Девочка в ромашках. Да, можно приготовить шлычок, так сказать, выпить там, я не знаю, вина или чего-то ещё. Нет-нет, нас окружали скалы и камни, и снега. Там романтики не было никакой. Это была реальная борьба за выживаемость, борьба с самим собой, борьба с горой. Ты должен быть сильнее. И зря альпинисты, когда расходят на высокие горы, они просят в гору разрешение подняться на вершину и спуститься вниз. Эти вещи, они абсолютно связаны. Я могу сказать однозначно, что дорога вниз была очень тяжелой, потому что ты спускаешься вниз. Если наверх ты понятно, что ты подтягиваешься под хруду, у тебя есть мускулы, поскольку у тебя хватает сил, то спускаясь вниз, ты должен держаться за трос, чтобы он не скользил очень быстро, ты уже не используешь жумар, и тебе нужно спускаться по наклонной плоскости. Ты идёшь в ботинках, у тебя ноги плоские постоянно бьются, а в ботинке чуть-чуть не сильно, но ты всё равно чувствуешь этот удар. И когда спускаешься уже вниз, ты уже готов выйти от боли, потому что у тебя болит всё, у тебя болят руки, у тебя болят ноги. Правила альпинизма говорят так, что нужно держаться за верёвку, а потом спускаться вниз. Я уже на некоторых участках, я просто брал верёвку, перекидывал её через плечо, и как бы Макс поставил вниз, потому что физически это было легче. То есть, ну, или закидывал её подмышку, так сказать, да, но он, конечно, держал её на плече. Так было проще, так было легче, так сказать, да. Ну и, конечно, слава Богу, благополучная возможность встретиться. Ну а вот главные помощники там это шерпы. Шерпы. Да. Шерпы – это люди, которые после 7 тысяч человек, которые находятся всё время венышкой с тобой. Он тебе помогает, он тебе там готовит еду. Ну какая там еда, там просто сухой-сухой поёк, который максимум можно залить водой, так сказать, да. Помогает растопить лёд, так сказать, да. Понятно, что человек гораздо более опытный, чем ты, да. Но, как бы, шерпа несмотря на свой юный возраст, в горах прожил всю свою жизнь. Он ходил на многие непальские вершины, в том числе, он два раза был на Эверест. Мне, к сожалению, повезло, он был очень ответственный и очень... такой подходил делать свой опыт. Какого его звали? Лакпа Гинзл Шерпа. Шерпа называет, дают имена по дням недели, когда родились. Недельник, вторник, и дает. Что-то у тебя была своя пятница. У меня была своя пятница. Я, к сожалению, забыл спросить, Лакпа – это такой день недели. Но мы, в самом деле, с ним очень породнились, подружились. Я показал фотографии своей семьи и детей. Он мне показал фотографии своей семьи и детей. И когда мы расставались, мы, в самом деле, обнялись, расцеловались по братствам. Потому что то, что мы проделали, тот путь, который мы проделали вместе, это было совсем не легкий путь. Но они же какие-то сверх люди, по сравнению. Это люди, которые рождаются на высоте 4 тысячи. Через 100 тысячи метров. То есть мы с тобой живем на высоте 0 метров, на уровне Балтийского моря, и для нас высота 5 тысяч метров – это достаточно, ну, такая уже экстремальная высота. Человек, родившийся на высоте 4 тысячи метров, то есть он на высоте 5 тысяч метров себя чувствует абсолютно спокойно. Это для него как тысяча метров для тебя. Говорят, есть какой-то ген высоты, который… И даже как-то хотели пятый раз, и там какой-то… Я не могу тебе так сказать, я не знаю. Но потом еще и считаю… Кстати, насчет гена высоты, если кому-то интересна тема альпинизма, есть самый очень хороший российский фильм, снятый Первым каналом, ведущий этого фильма «Валдес Пейдж» РД Студия, но потом называется «Генософрис», состоит из трех частей. Это как раз-таки про команду Абрамова, как они поднимались на вершину Эвереста в 2016 году. Я рекомендую всем посмотреть. Это настоящий фильм про восхождение на Эверест. Он и документальный художественный момент, потому что там выложены документальные факты, но в то же самое время там присутствуют люди, то есть не абстрактные, Вася или Петя, которые поднимаются на вершину, там есть конкретные люди со своими болями, сложностями и проблемами. Ну, то есть этот фильм, он, вот, труп. Я считаю, что это настоящий фильм про восхождение на Эверест. И когда я готовился к восхождению, я его смотрел, ну, наверное, последний месяц перед отъездом, наверное, внутри, и я всегда находил себе что-то новое. Очень просто, смотришь фильм, понимаешь, ага, очки у тебя есть, но тебе нужен наносник. Надо заказать наносник. Ты заказал наносник, ты уже защитил свой нос от попадания сладочных получений. Таких вещей, я бы, на самом деле, достаточно много. Как себя вести, как правильно, так сказать, распределять силы. Такое еще на благо снаряжение нужно купить. И, кстати, один из немногих в экспедиции, которого на лице нет совершенно никаких. Как отметить, у нас очень многие ребята, в том числе и руководители группы, и пострадали, ну, как-то пострадали относительно, так сказать, обморожение на лице и ожоги от солнца. Эта вещь очень... Конечно, там же температура меняется буквально за день. Естественно, да. Тем более ты одеваешь маску, она резиновая, она ночью холодная, минус 40 градусов, она тоже минус 40 градусов, да. Но ты посмотрел фильм и ты знал. Нет, ты знаешь, мне просто повезло, наверное, да, так сказать. Я мазал лицо жирным кремом, который, в общем-то, меня немножко подогревал и составал какой-то слой между маской и моим лицом, да. Я делал все время очки, ну, ты видел на фотографии, да, и капюшон, так сказать. То есть лица, в принципе, моего не видно было, да. Я, в общем-то, и не сильно загорел, но, слава богу, я не обманывался. Это, ну, нельзя сказать, что это смертельная проблема, но, конечно, все же, конечно. Женщины, так сказать, отметки на лице, так сказать, они пройдут, но все равно не доставляют. Не думал сделать что-нибудь, памятную татуировку или что-то такое? Нет. У меня была такая мысль, сделать четыре цифры 88-48, где-нибудь на теле, например, на плече, но я подавил себе это желание, считаю это правильно. Все мое тело остается чистым. А написать книгу или там снять? Я не писатель, я не способен. Ну, ты три года назад и не был альпинистом. Нет, на самом деле, конечно, из тех материалов, которые у меня есть, которые снимали, в том числе, мои друзья, я попрошу, кто-нибудь сделает мне какой-нибудь короткий фильм, который я выложу и на Фейсбуке, в том числе. Надеюсь, это будет интересно. На телевидение не зовут, не приглашают, нет? Не зовут и не приглашают. Да я не стремлюсь, хотя я поднял флаг. Но все равно это интересно, конечно. Это очень интересная тема и, скажем, у нас там более такая спортивная, бойцовская передача, но от моих друзей, от моих зрителей исходил прям интерес, потому что это достижение. Это физические достижения, моральные. Это реально, ну, такое спортивное достижение прям. Поэтому я уже даже не знаю, чем ты можешь удивить нас. Что есть такое, чем бы хотел еще заняться? Чем можно удивиться? Знаешь, я вот планирую следующее решение. Зайти на Мартер Хорн. Она значительно более сложная, она значительно более техническая. Возможно, это будет. Ну, а если не восхождение, что еще есть? Не знаю, автогонки, выйти на ринг, там, нужно будет пытаться поглубже. Знаешь, мимо и кости достаточно дороги, поэтому, наверное, на ринг они выйдут. И в 50 лет уже делать достаточно сложно. Хотя, наверное, возможно. Я думаю, что возможно. То есть, ты мне предлагаешь? Я думаю, что можно было бы попробовать. Нырять я ныряю, я дайвмастер, поэтому, как бы, не особо совершенно. То есть, ты бывал и очень сколько? Ну, на самом деле, как бы дайвинг, любительский падди дайвинг, это до 40 метров. Ниже нырять не интересно, потому что краски тусклее, да и на 40 метрах ты, в принципе, видишь только серый, там, коричневый цвет. Яркие цвета, они остаются на глубине где-то 22-25 метров. То есть, то, что нам в фильмах показывают, что он там нырнул и там у него такой... Нет. Красивый мир, он заканчивается в 25-ти, максимум 30 метров. Хотя туда солнечный свет тоже уже слабо проникает, востворяется в толще воды. А ныряют люди в пропасти, так сказать, ради интереса, ради технических каких-то вещей, да. Ну, не ради удовольствия, не ради расслабления. Все-таки и в горы я хожу тоже ради удовольствия и ради расслабления. Если первые дни мне болело все тело, я думаю, нет, я понял, что я пойду еще в горы, когда это будет, я не знаю. Но сегодня прошла одна неделя, я, в принципе, считаю, что я достаточно восстановился, так сказать, да, я могу уже заниматься... Завтра пытаюсь ходить в спортзал, могу заниматься спортом и, конечно, строить новые планы. Ну круто, желаем тебе вообще успехов! Я буду стараться. Новых побед. Главное не то, что новых побед, но новых целей! Новых целей. Потому что, мне кажется, уже это проблемная такая... Ну почему, есть еще коспус, в который турист велетает, но очень мало, и почему бы нет? Может быть, когда-то же здесь мы соберемся, я буду рассказывать про другие миры, и другие галактики, хотя бы ближайшие звезды, которые я беру ближе. И он это серьезно говорит. Кстати, в горах отдельная тема — это небо. Небо в горах находится, где значительно ближе, атмосфера разряженная, звезды верны совершенно по-другому. И облака. Облака снизу. Уже снизу. Ты просыпаешься, и ты смотришь вот эти мощные кучевые, так сказать, сборища родяных блоков, они находятся ниже тебя. Принципе стоя на вершине Велеста, но на мной блоков нет. Это было, в самом деле, так, потому что я стоял, все, что было, все наоборот. Это реально выбирать топов, ну вот, все, вот, вот, выше тебя только. Ну, это во многом, конечно, не символическое такое название, в принципе, это правда, выше тебя ничего нету, только на самолете. Ну, реально, может сказать, выше меня ничего нету. Ну, на тот момент. Вот реально же, да. Это было на тот момент, к сожалению. Да, это… Жизнь, есть хорошая песня, есть только миг между прошлым и будущим временом, он называется жизнь. Я с этим… Ну, это такое, наверное, одно из самых памятных в своей жизни моментов. Я думаю, что, ну, в данный момент, да. Хотя, может быть, когда-то у меня будут еще воспоминания, которые сотрут. Интересно. Посмотрим. Многие говорят, что те, кто были на Эвересте, говорят, что жизнь делится на две части – до Эвереста и после Эвереста, да. Я пока этого не вижу и не чувствую, но приз не заканчивается. Возможно, для меня тоже так станет. Ну, что бы ты посоветовал тем, кто хочет туда пойти? Ну, такой санек бывалого. Я бы посоветовал реально подумать еще раз. Да, да. Знаешь, как… Я для себя это мероприятие назвал очень коротко, двумя словами. Отвага и слабоогие. Вот и делаю тебе это. Без сомнения, это поступок очень серьезный, да. Нужно ли его совершать – это большой вопрос. Если ты достиг в этой жизни, на этой планете много чего и ты понимаешь, что тебе здесь тесно и хочется чего-то больше, возможно, стоит подниматься в город, в том числе и на Эверест. Да. Если у тебя достаточно здесь забот, семья, дети, работа, бизнес и так далее, а сначала растаясь здесь, в точке наверняка. Восхождение на Эверест не приносит никаких барышей, дивидендов и бонусов в прямом таком числе. Ты его делаешь для себя. Даже не для семьи, не для страны. Ты его делаешь для себя. Ты удовлетворяешь свои, не знаю, так сказать, какие-то амбиции, которые, может быть, ты удовлетворил в детстве. Ну и дети, наверное, так. Как сказал Аль Пачино в фильме «Адвака дьявола» – тщеславие – мой любимый грех. Тщеславный человек. Почему? Бонет? Да. Ну, ты там провел сколько времени? Полтора месяца? Полтора месяца? Да, полтора месяца. Ну, что-то там были, какие-то события прямо такие, чтобы яркие? Когда мы находились там, просто был праздник 9 мая. Сколько я был в российском коллективе. Такое событие, конечно, никто не мог пропустить мимо. И у нас было очень интересное, очень грандиозное мероприятие. В нашем общем баре, в общем доме, в нашей компании собралось больше 100 человек. Это были шерфы, это были иностранцы, была немецкая делегация. Поляки? Ну, поляки наши, конечно, наши ресурсы. А нас поляки были очень такие молодцы, так сказать, слушали Любэ. В общем, у Любэ у него записано в телефоне, мы сами говорили, давайте слушать Любэ. Ну вот, и мы пели военные песни, так сказать, естественно, мы там выпивали водку. Кстати, я в каком-то городе, проезжая Мино, найдя в алкогольный магазин, увидел, что там продается столичная водка. Ватвийского производства, бальзамки. Да. Две бутылки стояли на витрине, они стоили, по-моему, 55 или 60 юаней, это чуть меньше 10 евро. Я, естественно, не мог оставить земляков там одних, я их забрал. С собой на 9 мая мы любили, это у них положил пакет, замотал, писал. Своих везде найдешь. Естественно, да. Это было удивительно. И, по-моему, это был Тибет, город-то, я не знаю, около 100 тысяч населения, да. Ну, конечно, если сравнить, ну, посмотреть расстояние от Риги, это, конечно, огромное, да. Шпрот, правда, в магазинах я не видел. И сырочка в Кармс. И сырочка в Кармс тоже, да. Ну, вот-вот это было, и праздник 9 мая было очень яркое событие, все песни. Немецкая делегация пела, так сказать, и англичане, и французы, шерпы наши танцевали, так сказать, да. Это было очень здорово, это был самый большой праздник, который объединил, в общем-то, всех, кто присутствовал в базовом ванне. Ну, не всех, но очень многих историй. Круто. А жесть какая-нибудь была какая-то? Жесть какая-нибудь. Жесть была, да. Помимо тел, которые лежат на склонных агрессах, которые, в общем-то, я видел своими глазами. Я их не видел много, я видел три лежащих тела. Но я старался, если вы что-то подозрительное, не смотреть в эту сторону. При мне на второй ступени с лестницы сорвался и погиб человек. Это, в самом деле, такое очень печальное, так сказать, событие, да. Но оно произошло при мне, и почему он погиб, я не знаю. Он не упал на землю, он остался висеть на веревке. То ли он испугался от него, что он упадет, разобрет его сердечный близко. Может быть, у него упала маска. Он просто задохнулся, я не могу сказать, так сказать, никто это не рассматривал. Но человек был мертв, но просто пришлось спать на него. А как после вот такого увиденного можно... Не тяжело было? Ну, не до сантиментов. Вокруг обстановка была достаточно непростая. Мы спускались со второй ступенью, налетело облако. Виденность была очень маленькая. Нам было просто скорее двигаться и спускаться вниз, и спускаться ради этой зоны смерти. Чтобы не остаться висеть. Естественно. Не быть еще одним, который остался в основном, или резко. Реально как на войне побывал. Ну, не как на войне, конечно. Но это было экстремально. Достаточно страшно, конечно. Ну, естественно. Идешь в человека, но он раз его не спасает. Да. Надо признать, что, конечно, на такой высоте чувства и эмоции они будут управляются. То есть каких-то сильных волнений или потрясений я в тот момент не испытал. Они приходят потом, когда ты понимаешь, что произошло. Но в тот момент надо двигаться и спускаться тоже к уроку. Жесткий. Реально жесткий. Горез вообще жесткий. Горез никому не подходит. Лояльно. Если ты сильный, если ты готовый, если у тебя достаточная подготовка, если ты находишься в сильной команде, в которой есть и шерпы, которые могут тебе помочь хотя бы кислородом, сильный руководитель команды, которые знают, что делать в нужный момент, тогда твои шансы пройти это испытание максимально будут. Просто надо не экономить, а нормально ко всему отместись. Да, потому что, к сожалению, горы, в принципе, это удовольствие не дешевое. Любые горы, достаточно дорогое удовольствие и восхождение на Эверест тем более. Они требуют подготовки. Подготовки не только физической, они требуют подготовки экспедиции. Наша экспедиция составляла 57 человек. У нас было 14 восходителей, 2 из которых поднялись только до съедла. Но это было в их планах. И 12 поднимались до самого вершины. И на 14 восходителей нас было 57 человек. Людей, которые нам помогали, ассистировали, руководили и так далее. Ты понимаешь, что это огромное завтра окружение. Но это дает определенное чувство безопасности. Да. Потому что ты сможешь с любого мероприятия спокойно спасти, смениться. Ну да, ну там, значит уже отвага и слабоумие чуть-чуть можно убрать. Слабоумие это немножко. Нет, это другое, так сказать. Понимаешь, это ум, это руководитель экспедиции, который все это выстроил. А слабоумие это того человека, который решил, что у него хватает сил помириться с Гаррием. Но у него хватило умы набрать вот эти 50 человек вокруг себя, чтобы… Александр Абрамов, в общем-то, он самый известный альпинист. Ему принадлежит рекорд по восхождению на Эверест среди стран. И не только Россия, а страны СНГ. Поэтому я считаю, что это самый опытный, самый квалифицированный, самый знающий, самый смелый человек на территории России, которому я в тот момент доверил свою жизнь. Ну, во многом от него зависело. Удастся мне спуститься в годополучное происхождение. Но я же тоже выбирал команду, в которую я не могла сходить. Это была команда Абрамова. Команда Абрамова. Выбираете «Семь вершин»? Семь вершин. Кому интересно, смотрите «Семь вершин.ру» или «77summit.com». Это сайт, где очень много информации про город, про восхождение с фотографиями, с видео. Если это интересно, смотрите. Кстати, фильм, который был «Герма Сатэй», это тоже про команду «Семь вершин». Ты вообще всю жизнь занимаешь… Ну, не всю жизнь, а сознательно. Твой бизнес связан с туристическими поездками. Нет желания организовывать вот такие вот… Ты знаешь, у нас очень маленький рынок. Во-первых, у нас здесь есть несколько небольших компаний, которые организуют такие поездки. Да. Я не хочу быть им конкурентом. Это раз, так сказать. Во-вторых, рынок очень маленький. Да. Отправлять, я не знаю, десяток человек в горы, при том, что я отправляю десятки тысяч людей на отдыхать на Мариатовской, это совершенно не сразумно. То есть, как бизнес, этот бизнес здесь не очень перспективный. Да. Во-вторых, это огромная ответственность. Я не чувствую себя настолько подготовленным, чтобы отправлять людей в горы, пускай даже достаточно низкие, да, и нести за них ответственность. Походить вместе с ними в горы каждый раз в неделю. Да, может быть, и даже и желание. Ну, конечно, ты уже был там. Зачем с ними здесь? Нет, на самом деле, я повторюсь, так сказать, опыт Манглана прошлого года, когда мы попали в ужасный ветер. Ветер был очень сильный. Да. У меня жена стояла на вершине, она в пуховике, накиданный капюшоном, в бачках. Она перчаток, она даже ничего не снимала. Вот как она пришла только в пуховой штанах, в пуховике, так сказать, себя запутанное, ну, по-спортивному запутанное. Да, конечно. Так она простояла на вершине, иду, в общем-то, как бы, так сказать, все время, да. Там совершенно не было времени и возможности, разве, потому что ветер был ужасным. Опять же, на спуске мы тоже попали в облако, и время вроде только шесть часов, а ты смотришь, что вокруг тебя серая непроглядная бла, и ты вообще не знаешь, так сказать, что здесь будет через какое-то время. Настроение падает. Я понимаю, что мы не доберемся до базового лагеря Засытла. У нас по дороге приют, который назывался «Отый трус», мы заходим в него. Я спрашиваю, есть ли спальные места, где можно сразу приночевать. Им на одной смеются, говорят, что-то, конечно, нет. Я вижу людей, которые уже здесь, в предбаннике, укладываются там, прижимаются к стеночкам, собираются спать. Там холодно, у нас нет ни спальни, ни шка, ни чего. Потому что это быстрое коробкое восхождение. Но мы набрали себе мужество, мы пошли вниз через облака, и пройдя каких-то 40-50 минут, мы вышли из облака. Оказалось, что под облаком-то тепло, и, ну, солнце там не светит. Ну, там реально тепло. Мы относительно разделье, так сказать, и дошли благополучно, в общем-то, до точки, до которой планировали. Мы столько пережили вместе. Мы в браке 28 лет, это огромный срок. Поэтому у нас в жизни было очень многое, если не сказать все, так сказать. Но я уверен, что у нас есть время впереди и для города, и для других вещей. Это серьезно, да? Я все старое сделал, серьезно. В передаче есть такая традиция, что один гость задает... А может, передача подходит в конце? Да. Черт, пожалуйста. Вот, и один гость задает вопрос следующему, и так далее, да? Вот тебе вопрос задает Раймонд Ауштекалнес, это молодой кикбоксер латвийский, и он спросил у тебя, что для тебя мотивация? Мотивация. Мотивация, наверное, это стимул двигаться вперед. Это то, что тебя заряжает, то, что тебя заставляет, подымает, может быть, с кровати и заставляет двигаться вперед, достигать новых целей. Словерная песня. Что тебя мотивирует? Это все делает... Честлавие. Честлавие. Оно, оно... В достаточно большой степени это, конечно, тщеславие. Но, помимо всего прочего, я понимаю, что у меня есть семья, у меня есть дети. У меня двое мальчиков, одна девочка, они смотрят на меня, то, что я делаю в жизни. И, конечно, этот пример для них является важным. Одно дело, когда родители сидят дома, смотрят телевизор и пьет пиво. И совершенно другое дело, когда я со своими людьми хожу в спортзал, даже с самым младшим периодом мы пытаемся заниматься боксом. Конечно, бокс для нас это больше кардио-тренировка, чем какие-то серьезные удары. Ну, а младший он уже и не младший. Младший, да, он уже выглядит как взрослый. Поэтому движение вперед – это то, что мотивирует меня развиваться, то, что мотивирует меня показывать детям, как нужно жить. И для них это то же самое. У них нет, как живут их родители. Чем живут их родители, я надеюсь, что будут жить точно так же. Ну, или очень близко к нашему. Правильно. Это абсолютно правильно. А какой вопрос ты задашь следующему гостю? А пускай вопрос будет примерно из той же самой области. На что ты готов ради достижения своих целей? Да. На что ты готов, гостя? Спасибо всем зрителям. С нами сегодня в передаче был человек, который побывал на самой вершине мира – 8 848 метров. И это Арнатев Сартов. Спасибо большое. До свидания. Месседж.